Красноярцам повезло. Наслаждаться подобной музыкой мы можем регулярно. Наш город один из 36 в стране, где есть органные залы. Находясь под сведорами этого готического здания с невероятной акустикой, чувствуешь себя в пленнице некого живого организма, рождающего звуки. Этому чеху чуть больше 30 лет. Высота 7,5 метров. Сибирский иностранец, конечно же, далеко не самый большой в России и тем более в мире. Главные рекордсмены находятся за океаном. Например, инструмент в концертном зале Атлантик-Сити США. Он насчитывает более 33 тысяч труб. К слову, в нашем их чуть больше двух тысяч. Пока орган спит. Ничего не происходит. Чтобы его разбудить, достаточно просто повернуть ключ. Похоже на ключ зажигания в автомобиле. Таким нехитрым способом мы приводим в движение специальный насос. Вот это сердце органа. Это называется электродвигатель, который накачивает воздух. Он вращается, нагнетает воздух в меха органа. Оттуда он расходится по трубам. А вот какой трубе и когда звучать, выбирает органист путем нажатия на клавиши. Только вот как это все взаимосвязано, снаружи понять сложно. Заглянем внутрь. Ой, там маленькая дверочка. К слову, орган – это единственный музыкальный инструмент, внутрь которого можно зайти. Можно я дерну за ниточку? Вот они соединены с клавиатурой, все вот эти тяги. Орган внутри – это несколько ярусов, на которых рядами установлены трубы. На каждой из них есть свой клапан. Здесь находится система клапанов. Вот эти тяги, они соединены с каждой кнопкой мануала в трех. То есть вот это все движется на второй этаж, на третий этаж движется. Они такие длинные, достигают пяти метров. Внутри такого сложного организма тесно. Передвижение между ярусами требует ловкость. Так что органному мастеру нужно оставаться худощавым и следить за весом. Человеку с иными габаритами здесь сложно работать без ущерба инструменту. У меня чисто женские вопросы. Как часто здесь убираются? Чем меньше мы лезем в орган, тем больше вероятность того, что мы здесь ничего не испортим, ничего не повредим. Поэтому мы убираемся здесь раз в год. Трубы в органе из двух материалов. Деревянные для басов. Они имеют квадратное сечение. Металлические трубы обычно меньшего размера. Они цилиндрические или конические по форме. И изготавливаются, как правило, из сплава олова и свинца. От размера трубы зависит то, как она звучит. Чем труба длиннее, тем она звучит толще, или, как говорят музыканты, ниже. А чем труба короче, тем она звучит тоньше, или, как говорят музыканты, выше. Самые длинные трубы нашего органа могут достигать пяти метров, а самые коротенькие – нескольких миллиметров. Вот как у нас звучат самые коротенькие трубы органа, самые высокие звуки, которые может издавать наш инструмент. Писк. Вот, как комарийный писк. И вот у нас самые низкие звуки, самые длинные трубы. Человека-непосвященного при одном только виде нескольких клавиатур органа охватывает трепет, как перед приборной панелью авиалайнера. Вот эти большие белые кнопочки называются регистры. Они открывают доступ воздуха к трубам. И сейчас у нас ничего не звучит. Когда мы нажмем несколько регистров, вот у нас орган зазвучал. Главный принцип органа – одна труба, одна нота. Так сколько же рук должно быть у органиста? Координации Андрея Бардина стоит позавидовать. Отдельный поклон виртуозам нижней клавиатуры. Органист перебирает ногами, словно танцор чечетки. Не всякая обувь для этого сгодится. Несколько требований. Во-первых, гибкая подошва, узкий носочек, агляд на каблук должен быть. Столь сложный инструмент и его звучание не может не заинтересовать. Большое заблуждение считать, что аудитория слушателей органа – это люди сугубо пожилые или только высокообразованные в плане музыки. Сегодня такой вид досуга любим и детьми, и молодежью. А это произведение в исполнении органа мечтает услышать каждая девушка.